В фойе волейбольного центра можно было не только спеть песни военных лет или, скажем, попробовать станцевать вальс. Интеллектуалы могли поучаствовать в викторине, посвященной Великой Отечественной войне, и получить за правильный ответ леденец. Работали всевозможные выставки, Одинцовский историко-краеведческий музей организовал фототочку. В волейбольном центре, кроме концертной программы, организаторы эстафеты «Салют Победе» предусмотрели еще и работу множества интерактивных площадок. Вот, например, на этой можно примерить на себя пилотку «Шинель», ну и, конечно, сделать селфи или просто попросить кого-нибудь сфотографировать. И это только финальная часть эстафеты «Салют Победе» в Одинцово. В течение недели в школах городского поселения проводились тематические уроки, на которых историю Великой Отечественной рассказывали те, кто видел все своими глазами. Ветераны и участники Великой Отечественной войны свидетельствовали нашим с вами детям, нашей молодежи, о том, что именно советский солдат на своих плечах принес миру победу. И их победа – это и наша победа, потому что это наши с вами предки. Финальный день эстафеты «Салют Победе» на сцене волейбольного центра «История ожила». Здесь можно было увидеть и разведчиков, и партизан, и детей, которым пришлось стать взрослыми в тот день, когда началась война. Война. 1941 год. Жители Одинцова, находящиеся при фронтовой полосе, от мала до велика встали на защиту Родины и Москвы. Отстоят огромные очереди военкомат. Люди массово уходили на фронт. Проходили ускоренные курсы подготовки свидетельств, радистов, медсестер. В городе был размещен военный госпиталь за номером 174. Он принимал бойков 5-й и 33-й армии на лечение Западного фронта. Одинцовские заводы перешли на круглосуточный режим работы и наладили выпуск продукции, необходимой для фронта. Трудились на них женщины и дети. Самое главное, что люди помнят, что память о павших жива. И вот такие акции, которые сегодня здесь проводятся, эстафета «Победа», они, безусловно, поддерживают интерес и у подрастающего поколения. Потому что мы должны помнить и гордиться той великой победой, которая была в истории нашей великой страны. Завершился концерт торжественным шествием бессмертного полка. Зрительный зал встретил его стоя. Эстафета «Салют Победе» в городе Одинцово завершена. И теперь ее символы – репродуктор военных лет и знамя Победы – отправятся в Назарьевское поселение. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова